Добро пожаловать, друзья мои! Сегодня мы играем в танки. Вы знаете прекрасно, что мы играли на мобильном девайсе, мы играли с вами в компьютерную версию World of Tanks. Давайте же посмотрим и приставочную версию, что она из себя представляет. Сегодня мы играем на PlayStation 4, поэтому я вам покажу от начала до конца, собственно, как весь этот процесс происходит, игры на геймпаде. Для многих, как и для меня, наверное, это будет чудно, потому что я всегда думал, что на геймпаде, в шутеры, допустим, или в подобные игры играть неудобно. Давайте развеем этот такой миф, который мы сами себе придумали. Игра доступна на трех консолях двух поколений. Это Xbox 360, Xbox One и PlayStation 4. Ну и в будущем, конечно же, это будет и Slimco, и PlayStation 4 Pro. Я думаю, что в 4К катать в танки действительно было бы классно, на экране где-то дюймов 65. Так, игра полностью скачалась, то есть можно было играть, когда там половина или какой-то маленький процент. Все на русском языке, все понятно, все очень красиво. Выбираем сервак, либо запускаем мини-игру, либо просто проходим, я так понял, трешу, видимо. Так, проверка сервера. Full HD, кстати, позволяет наслаждаться картинкой на экранах с большой диагональю, потому что сейчас у нас как раз-то дело все в Full HD. А сколько идет бой? Где-то минут 15, как я понимаю, то есть можно сыграть несколько боев в перерывах между своими важными или не очень делами. Так, Let's Battle мы это пропустим, Dolby Digital это понятно, нас-то сейчас мало интересует. Так, окей. Что еще могу интересного сказать? Более 320 видов техники в игре присутствуют, проработанные до мельчайших деталей. Они не дадут скучать даже самым опытным танкистам, и я думаю, что среди смотрящих, друзья мои, такие явно присутствуют. Техника с уникальным камуфляжем. Защитники, хаммеры, фридом, либерти и так далее. Я не очень в танках разбираюсь, поэтому сильно не чурайте, как говорится. Синхронизация магазина, то есть пока я разговариваю, вы увидите, что там на заднем фоне что-то где-то у нас подгружается, это хорошо. Такс. Не стоит идти на пролом. Провинция, схватка, одиночная тренировка. Да, пока у нас треша, нам расскажут, что как делать, мы привыкнем играть на геймпаде, потому что для нас это будет первый опыт. Также в игре у нас живая физика, я думаю, компьютерные игроки как раз меня прекрасно понимают, о чем я. Управляя танком, ты как бы ощущаешь всю мощь машины, массу тяжелых танков и маневренность легких. Так, сыгра уже началась, пока я пытался что-то тут вам рассказать путного. А стандартный бой, захватите базу противника или уничтожьте всю его технику. Опыт игры на компьютере у меня есть, небольшой. Небольшой, но есть. Так, погнали. Это понятно, это прицеливание, это прицел увеличения. Окей, ну что, ребята, поехали. Я не знаю, играют ли со мной люди, скорее всего, в тренировке наверняка будут боты, но боты тоже с мозгами. Такс, поехали, бро, поехали. Ты знаешь, действительно ощущается. Чего бы я добавил, я думаю, что не хватает, наверное, вибраций. Помните, когда вы играете в GTA V, едете, допустим, по неровной дороге, геймпад, есть отдача. Эта неровная дорога, опа, нифига себе. Так, ребят, это что-то мы зря подъехали. Это как-то близковато, по-моему. Вон он, зараза. Опа, пошла жара. Сейчас попробуем нацелиться. Есть, мы, по крайней мере, вывели его из строя. Смотри, как он там летит просто. Смотри, какой быстрый. Тьо-о, шикарно. Хоть это и треша, но мне нравится то, что я вижу. Умеют варгейминге заинтересовать. О, это я зря нажал. Чувствительный у нас курочек на геймпаде. Готово. Такс. Еще один дарт. Есть такое дело. Взрывы классные, красиво смотрятся. Я понял. Смотри, как мы делаем. Вот так вот. И еще разочек. Просто каточка от бога. Так, наши все стоят на точках. Давайте проедем немного. Пройдем немножко туда. Посмотрим, как там дела у нас. Для стрельбы по удаленным целям используйте кнопки L2 и R3. Это понятно, это мы знаем. Этим нас не удивишь. Такс. Что ты мне скажешь? А ну давай подъедем, посмотрим поближе. Опа, вот он где у нас, смотри. Вон он где зашкирился. Так, как тебя пометить? Опа, мы его пометили. Отлично, чтобы я его не терял из виду. Ооо, чуть-чуть на упреждение, Олежка, надо стрелять. Ничему тебя жизнь не учит. Так, давай, Чиморус. Готово, орудие перезаряжается. Я так понимаю, что я в дерево тупо гашу, да? Так. Еще и обстреливай, отлично. Отличненько, братан. Ты просто молочага. Так, у нас там один заспрятался, смотри. Сейчас попробую дать... Извиняюсь. Пардон. Пардонище. Что-то мы прям как-то с тобой смотрим. Он даже не съезжает. Даже никуда не съезжает. Так, братишка, сейчас мы аккуратно попробуем забраться. Смотри, нам показывает, какая разрушаемость. Довольно прикольно. Очень бы хотелось посмотреть, как бы игра выглядела в 4К, предположим, на консолях. Я думаю, это действительно достойная тема. А вот сейчас она как-то прицелится. Лютики-ромашки, это ж чудесно! Матвей... А может, это и люди реальные, я не знаю, честно. Не в курсах сейчас. Так, вот он тут зашкерен. Подожди, где у меня дуло? Вот, у нас дуло смотрит сюда. Где ты, зараза, зашкерился? Это наш, по-моему. Где-то там. Надо отъехать немного. Надо немножко отъехать. Вон он там у нас. Вот, я вижу его башню. Ба-ба! Шикарно! Есть попадание. Есть такое дело. Ну, и давайте искать уже последнего. Где он там у нас находится? Вон он у нас где. Вот ты где, зараза-то. Так, отсюда его плохо видно пока что. Воу, как у меня это при приближении таком сильном. Я думаю, что сложновато было бы играть. Вот ты где. Опа! Спереди, как мы знаем... А, или это его зад? Черт его знает. Но вроде мы дамажим, и получается довольно неплохо. И последний финалочка. По-моему, все, да? Судя по шкале вверху, у нас 15-1. Вся техника противника была уничтожена. Опять же, напоминаю, это всего лишь треш. Нас как бы обучает, что делать, как делать, как стрелять, чтобы вы поняли механику игры. Это, в принципе, умно. Вы получаете доступ к ангару. Приветствуем вас, командир. Я генерал Вульф. Моя задача — рассказать вам об ангаре. Нажмите ноль, чтобы продолжить. Поехали. Добро пожаловать в ангар, командир. Пока у вас не так много боевых машин, но по мере того, как вы будете зарабатывать... Здесь находится вся ваша техника. А чем больше вы играете, тем больше боевых машин вы сможете приобрести. Вой! Т-22 у нас есть. Я не успел даже прочитать, что там было у нас, но тем не менее. Реалистичная, да, картинка у нас. Со множеством локаций погодных условий. У нас есть горы, пустыни, степи, поля, города и даже остров, который порадует солнечной погодой или, наоборот, пасмурной. То есть дожди с грозами, снега, неприглядная метель, песчаные бури. В принципе, все у нас это в World of Tanks есть. И на PlayStation 4, а в данном случае я имею в виду, в общем, на консолях. Такс. Что у нас там дальше? Кто там у нас есть? Модест какой-то? Брэндон Фокстон? Понятно все с вами, ребята. Перезарядочка. Поехали. Ты знаешь, вот, кстати, то, что я вам сейчас рассказал. Смена погоды. Все это присутствует. Пожалуйста. Дожди, бури и так далее. Все это прекрасно стекает по экрану. Я помню, все время это видел в Crysis. Мне это дико доставляло. Так, 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 так. Аккуратно. Разворот. Мне кажется, все-таки по никам, что это, наверное, все-таки боты. Я так думаю. Вряд ли это реальные люди, потому что люди любят и поговорить, и в чат пописать. Люди от ботов у нас отличают то, что мы эмоциональны, по крайней мере. У моих глаз есть чувства. Так что поехали смотреть, что там у нас. Да, погодные условия сказываются на внешнем виде техники, кстати. Если снегопад танк у нас заедет, я так понимаю, куда-то, или, в принципе, снег будет виден, его занесет снегом. Грязь, песок, трава будут скапливаться на технике во время движения. То есть я думаю, что этим я никого не удивлю. А сейчас мне надо как-то аккуратно... Опа! Есть попаданец? Нет попаданец. Есть такое дело. Давай немножко выйдем. Блин, на курках все-таки как-то поудобнее. Так, сводка. Опа! Прямое попадание, мать твою! Тристон Блейд. Еще один удар, и Тристона не будет. Готово. Тристона у нас уже нет. Так, далее посмотрим, где там у нас враги. Враги, судя по карте, у нас слева. Давай пойдем посмотрим. Такс. Ну и, конечно, многих мучает вопрос. Я знаю, что у меня есть знакомые, которые играют в танки разных возрастов, и взрослые, и маленькие, какие угодно. Многие жалуются, что оптимизация довольно странная в компьютерной версии. Чем примечательна, опять же, консольная версия? Никаких проблем с этим нет. То есть, стабильные 60 кадров как раз все это дело держит. То есть, я сейчас дискомфорта в этом плане вообще не испытываю. Вы можете это все видеть тут как бы без преукрас. Счетчик везде у нас одинаковый. Еще интересный момент, что игроки, которые играют на Xbox One, допустим, могут играть с ребятами, у которых Xbox 360. Они могут играть вместе, да я так понял. И это действительно интересно. Так, у нас там вражина. Смотри, что мы сделаем. Опа! Есть попаданица или нет? Оп, попадаем, прекрасно. Сейчас брательник наш проедет. Хищ мало, но, тем не менее, вроде завидели. Отлично! Орудие перезаряжается, и там требуется помощь. Опа! Проезжаем. Поехали, посмотрим. Что там у нас творится, твою... Ой, как-то мы развернулись. Сейчас проедем. Я не вижу, он за камнем, по-моему, спрятался. Очень правильно делает, между прочим. Вон он, вон он, вон он. Вижу, вижу, вижу. Вон он едет. На, зараза! Ах, не попал. Надо чуть-чуть наупрежденеться. Вот так вот. Готово. Перестали. Прям подставился просто. Понятное дело, что человек, наверное, бы все-таки смекались, если бы действовал даже новичок. Смотри, они просто стоят, можно их спокойно выносить. Один за другим. Сейчас вот этот подъедет. О-о-о! Так, готово. Прям в башню. Самое уязвимое место у танка, кстати. Вот это гусеницы и боковинки вот эти. Я как не танкист, это знаю прекрасно. Что там у нас такое жесткое? Там какой-то корабль стоит, по-моему. Так. Вот это где? А, вон он, аж вдалеке, то есть. Его даже не заметил сразу. Готово. Видно, да, что они особо по вам и не стреляют, то есть. Наша задача потренироваться, посмотреть. Вся техника противника уничтожена. Я не знаю, сколько здесь надо пройти тренировок до этого. Отображать всех. Играть еще раз. Так, чудненько. Теперь вы можете исследовать и устанавливать на вашу технику пакеты новых модулей, которые улучшают характеристики ваших боевых машин. Чудненько. Такс. О, теперь в вашем ангаре проводится опытно-конструкторские разработки. Вы можете исследовать новые модули и улучшать, собственно. А там дальше почему-то не читается. Странно. Пакеты позволяют улучшить характеристики ваших боевых машин. Так, давай посмотрим, что за пакет у нас. 310, я так понял, надо, да, опыта на это дело? Прежде чем приобрести пакет, его необходимо исследовать за опыт, заработанный в боях. Нажмите, чтобы исследовать пакет. Давай, сделаем. Исследование завершено. Нажмите крестик, чтобы приобрести пакет за серебро. Давай, сделаем. Вы улучшили свою боевую машину. Самое время отправиться в бой, сокрушать противника. А вот сейчас мы будем смотреть. Это одиночная... А, это тренировка еще. То есть несколько этапов треши. Ну, посмотрим. Я думаю, что до людей мы в любом случае дойдем. Играть, как вы поняли, ребят, можно бесплатно. Игра в PlayStation Store качается. Это примерно 50 гигов, учитывая свободного места на вашей консоли. 46-47, где-то так. Играть можно, когда примерно 18-20, по-моему, уже скачено. Может быть, меньше. Даже высокоуровневые премиум-машины можно получить, выполняя обычные боевые задачи. То есть это как бы намек на то, что, в принципе, можно и без доната обойтись. Ну, сейчас посмотрим, насколько удача будет на нашей стороне сегодня. Такс, погнали. Так, бро, залезай. Знаешь, мне кажется, все-таки так поинтереснее рассмотреть, да? Нажмите, чтобы увеличить R3. Мне даже подсказка. Воу, как пикнуло. Так, тихо. А вот отсюда уже стрелять действительно можно и нужно. Бро, ты когда-то не туда едешь. Ах, дуло не опускается ниже. Надо отъехать, наверное. Я понимаю. Они уже заняли позицию. Смотри, что делают. Да, боты здесь действительно умные. Так, стопэ. Нападла. Есть такое дело. Трофимка. И еще разочек. Я думаю, еще два раза, и Трофима уже не будет среди. Ну, я погорячился. Так, еще кто-то взорвался у нас. Хо, господи. Так, вон он где, смотри. Так, надо чуть-чуть вот сюда. Опа! Попал. Отлично. Вывел его из строя. Есть еще разок. Есть пробитие! Есть не только пробитие, есть полное уничтожение. Я бы так даже выражался. Ну что, господа хорошие. Кто там у нас еще есть? Вон там он. Шкирится, падла. Вот он. Вот, помечаем его, чтобы было видно, допустим, да? Где у нас вражина. Это я помню по обычным танкам. Мы, по-моему, так же делали. Когда обозревали. Где он, падла? Кто-нибудь видит его? Здесь, как я понял, у нас все тихо. Да, давайте попробуем. Оп! Можно здесь проехать? Да, хренушки, ты здесь выйдешь. Поэтому давай разворачиваться. И сваливать отсюда. Хотя, в принципе, позиция была очень даже добротная. Если бы я там смог, допустим, проехать, я думаю, что логично, если тут физика у нас нормально работает, мы бы просто разфигачили наш танк в пух и прах. Братиш, парадончик. Сейчас отъедем. Сейчас отъедем. Осталось еще три единицы техники, так что надо аккуратно это дело преодолеть. 34 километра, да. Наша скорость. Внизу все показано. Видно, да, что по сравнению с компьютерной версией все увеличено. Делается как бы акцент на то, что вы играете не так, как я сейчас, как с обычным монитором, а где-нибудь раскинувшись на диване, попивая что-то или кушая что-то вкусное. Все элементы интерфейса довольно неплохо читаем. Так, давай, братан, давай! Я понимаю, что сложно. Но если осторожно, в принципе, будет окей. Так, едем. Судя по карте, нам сюда. Сейчас проедем, посмотрим. Да, вижу, 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 вижу. Я могу разломать забор? Да, отлично. Я вижу, 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 вижу. Так, там один. И там где-то у нас второй съезжает. Вот он где, зараза. Сейчас мы его пометим. Оу! Это было нехорошо. Отлично. Так, а второй идет прямо за ним. Воу! На упреждение, Олежка, стреляешь. Что ж ты делаешь? Вот так вот. Итого у нас остается еще один танк. Давайте посмотрим, где он. Засвечен он, не засвечен, пока не ясно. Мы захватываем базу противника. Давай, захватывай базу противника. Где у нас вражина? Вон он поспевает, смотри. Давай. Отлично. И мы его тоже пометим. Есть такое дело. И еще разочек. И последний. Финалочка. Жалко, что не за мной, но тем не менее. Все, друзья, я думаю, что мы это прошли. По-моему, неплохо. Но видно, да, что все-таки это компьютерный игрок. Опять же, я лишний раз повторюсь акцент на тренировочку. Играть еще раз? Нет. Играть еще раз мы точно не будем. Доступны новые боевые машины. Давай посмотрим. Присполучен, вызов принят. Я уже хочу сыграть с людьми посмотреть. Доступны новые боевые машины. Нажмите, чтобы перейти к исследованию. Так, пакеты. Так, что я могу сделать? Смотри, Т2-медиум или М2-лайт? Мобильность, огневая мощь, незаметность. Смотри, у Т2 как бы огневая мощь лучше. В принципе, я думаю, что сделать акцент надо на него. Давай сделаем. Исследование завершено. Опа, чудесно. Не знаю, что сейчас должно произойти. О, я поздравляю это, видимо, с тем, да? Т2-медиум танк. О, красавец какой. Самое интересное, что каждая малейшая деталь, каждая крупинка, все это точно прекрасно видно. Каждая потертость. Вот за это мне, в принципе, танки и нравятся. Хоть я и не фанат, как бы, я не играю. То есть у меня канал не профильный по танкам. Т2-медиум танк. Средний танк сочетает в себе огневую мощь, маневренность и неплохое бронирование. Сразу отправляйтесь в бой на вашей новой машине. Или установите какие-то плюшки. Мы получили машину второго уровня. Теперь вам доступны новые противники и карты. Так, еще раз, видимо, идем в бой, да? О, вот теперь, я так понимаю, уже действительно люди. Игроки Хофф в очереди. Девяносто, девяносто человек! Я играю сейчас ночь. Глубокая ночь играют люди. То есть вы можете зайти в любое время. Всегда, по сути, есть онлайн. За это мне понравилась мобильная версия, что там ждать не нужно. В ПК-версии я даже говорить не буду. Ну, а мобильная вы видите. Очередь 104 человека. Так что давайте будем ждать. Уайт Парк, стандартный бой. Ну что же, поехали посмотрим, что там у нас. Это уже люди, друзья мои. Тут у нас все будет более жестко. Следите за тем, куда обращена башня вашей машины. Это направление не всегда совпадает с направлением прицела. Да, на эти грабли мы уже наступали. И этот момент в начале, когда ты учишься играть, он действительно подбешивает. Потом ты это понимаешь, уже осознаешь, и все идет как по маслу. Что там еще за советы? А меняет цвет зависимости от толщины брони. Цели в точке прицеливания. Такое означает вероятность. Ага. О, вот это уже люди точно должны быть. Да, сейчас посмотрим по никам. Мистер Уизи. Да, 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 да. Это уже точно люди. Все понятно. До минус мордом 92. Романка. Я голоса слышу. Я слышу голоса человеческие. Господи, это же прекрасно. И, наверное, кто-то может нас узнать. Вероятнее всего. Так, поехали. Погнали, посмотрим. Все куда-то разъехались. Так, давай сюда. Погнали. Я доминуса не слышу, хотя, наверное, должен. В начале что-то было там еле-еле. Игрокам в танке, я думаю, не стоит мешать какими-то там назойливыми общениями и прочим. Смотри, вон он там. Вон он там, зараза, где-то. Так, дула, дула. Тихо. Дула у нас как-то повернулась сторона. И теперь уже страшно играть, на самом деле. Там уже кого-то вынесли. Притом, сейчас он появится здесь, наверное. Так, что-то мы как-то слишком приблизили. Позиция у меня не самая удачная. Вот в чем дело. Так. Не вижу. Хоть убей, не вижу. Где он там? Он получает дамагу какую-то небольшую. Выезжать здесь тоже опасно. Если я выйду, меня сразу как на ладони будет видно. Вот-то фак, я услышал, кто-то сказал там. Внаружен противник. Внаружен противник, я понимаю. Прекрасно тебя понимаю, бро. Так. Далековато, братан. В танках, опять же, спешить не стоит. Это я тоже прекрасно знаю от своих друзей. То есть, тут тупо игра на выжидание. Можно, конечно, ехать на пролом, но не факт, что ты долго выживешь. Вот он. Катается там. Сейчас подъедем. Амар 0906. Сейчас попробуем поближе подъехать. И либо его... Кнавик какой-то еще там у нас. Вот они, братаны, где? А, они за зданием. Я думал, они где-то рядом. Ох, там валят, конечно. Смотри, как мы можем сделать. Мы можем сделать вот так. Опа! Давай, давай, давай! Молочага! Орудие перезаряжается, и Кнавик уничтожен. Теперь надо попробовать сзади. Они не знали, походу, что я здесь. Поэтому, собственно, задницу свою подставил. Помимо Кнавика, там был еще братан один. Так, тихо. Вон он, вон он. Нападло! Пробил его? Поведить должен был, как бы. Я понял, 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 еду. Еду, 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 еду. О, вот он, блин. Не заметил. Смотри, увидел меня и сразу уехал. Так, валим. Валим отсюда. Вот, с людьми уже интересно играть. Тут, по крайней мере, хоть какая-то да тактика есть. Я понял тебя. Где эта зараза? Такс, отъезжаем. Воу, 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 воу. Бро, ты че творишь там, безумец ты? Че? Ух ты, это было больно. Зараза такая. Так, валим отсюда. Мы здесь действительно как на ладони при... Оу, воу, 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 воу. Тихо, тихо, тихо. Изверги твою ж налево. Т2-медиум, такой же, как у нас. Поизвение гусеницы, шанс взрыва увеличен. Я понял тебя. Шанс взрыва увеличен, так что попробую... О-оу, это было печально. Прочность наша просто канула в небытие. Используйте скалы, здания, элементы ландшафта, как укрытие, вернуться в ангар. Наград за текущий бой будут получены после окончания. Я понял вас прекрасно. Я вас прекрасно понял. Да, ребята явно уже приноровились к этому делу, поэтому для нас, новичков, первое время будет сложновато. Так, что у нас? Вы получили машину второго уровня, я понял. И Т-22 у нас еще есть. Так, сейчас она в бою у нас, на своей новой боевой машине. Я бы с радостью, но надо дождаться, пока закончится бой. То есть, это нормальная практика. Можно на Т-22. Обслуживание, что у нас есть в плане обслуживания? Так, давай смотреть. 120 опыта. Можно, в принципе, попробовать на М2 Лай. Давай сделаем. Присвоение статуса элитной. Все пакеты исследованы. 3-400 надо, чтобы, видимо, наконец-то заполучить его. А это надо где-то победить. Открою меню техника в ангаре, чтобы ознакомиться с техникой, представленной в игре. Так, это мне и надо. А вот и наш красавец-тан. Купить машину свободно слотов. За 300 можно взять слот, но у меня только 200 монет, поэтому я не могу взять. Купить машину. Давайте посмотрим, что у нас вообще имеется. Здесь вы можете исследовать и приобрести множество новых боевых машин. Моевые тачки у нас первого уровня. Каждой нации доступны бесплатно. Давай возьмем. Так, сейчас пойдет заставка опять же. Вот это сделано классно. То есть, знаешь, в стиле какого-то фильма, как бы, вот такие эффекты используют обычные кинорежиссеры. Кунингхем. Надеюсь, или Кунингхем, как оно правильно читается. Т1, он, скажем так говоря. Вот такой вот малыш, которого можно затестить. Самый простой, который просто позволяет вам прокачиваться. Машина куплена. Отлично. Давай выйдем. Так, это нам не надо. Вот такой вот красавчик у нас есть. Так, выбери технику. Ангар. Мне пока ангар не надо. Так, Т2. Т1. Честно, я даже не знаю, кого взять. Огневая мощь. А давай возьмем Т2-медиум еще раз. Или Т2-такой взять. Честно, я пока в замешательстве. Обнаружение. Так, давай еще одну каточку сделаем. Начать бой. Посмотрим. 78-й в очереди. Обычно мне писало в прошлый раз примерно так же. То есть я был и сотым, и восьмидесятым, и семидесятым. Но в итоге игра нашлась. То есть как бы без проблем. Мне не нужно ждать, чтобы я был там первый в очереди и так далее. Примерное ожидание около минуты. Можно как раз подготовиться с мыслями для предстоящего боя. Такс, готово. Провинция, ночь. Стандартный бой. Ну что ж, давайте посмотрим. Золото, боевой опыт, свободный опыт, серебро. Чудненько. Я это делал довольно быстро подгрузиться. Опять же, дельные советы для меня, они полезны. Потому что я их не знаю. То есть как бы мне это будет интересно почитать. Для продвинутых ребят это просто, надеюсь, информация, которая помогает освежить... Свяжутся. Так, победоносная часть 2. Столи доблести, активные задачи, битва за... Так, понятно. Провинция, ночь. Шанс пробития низкий, средне-высокий. Угу. Хорошо. Перезарядка и прочность. Уничтожьте все силы противника. Или захватите его вас. Так, братва, погнали. Что-то как-то маловато прожим, на самом деле. Так, поехали. А, вот оно как. Можно попробовать? Давай проверим. Что из этого выйдет? Что-то я боюсь... Я зря, наверное, так быстро поехал. Смотри. У-у-у! Корочки! Да. Корочки для нас-то плохая затея. Это ж не машина тебе. Хоть это и гусичная техника, но тем не менее. А коллеги, давай смотреть. Что там у нас впереди? Там ждет-то нас. Враг целится в нас. Ой. Ой, не надо. Ой, нет. Нет, нет, нет. Я понял, 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 понял. Уходим. Я даже не успеваю ничего сделать. Зараза, зараза. Понимаешь? Да, понятное дело. Ребята у нас зашкирились. Я был как на ладони. Ты понимаешь, в чем проблема? Я вылез на открытую площадку, чего делать, в принципе, не должен. Опять же. Ах, ребята, ребят. Но, тем не менее, опять же. На ошибках надо учиться. На чужих и на своих тоже. Давайте вернемся в ангар. Я думаю, в принципе, на сегодня с World of Tanks можно как бы сделать перерывчик. На этой прекрасной ноте, друзья, я думаю, что мы уже, наверное, будем заканчивать. А я напоминаю, что ссылочка на игру будет в описании под видео, где вы сможете скачать на свою консольку, будь это Xbox 360, Xbox One или PlayStation 4, бесплатно клиент с игрой World of Tanks. Вот такие вот дела. И еще самое интересное. Вы получаете особый пакет новобранца, если впервые зарегистрируетесь в игрушке. Так что, ребят, поспешите. Ну, а я буду, пожалуй, прощаться. Пока-пока.